Добровольцы в зоне АТО. Как сейчас там происходит подготовка бойцов? Об этом сегодня в программе «Отражение» у нас в гостях Кирилл Яковлев, боец полка «Азов». Здравствуйте. Итак, что меняется за последнее время в подготовке бойцов, в частности полка «Азов» и где сейчас находится полк на передовой или где? Ну, отвечу сначала на первый вопрос. По поводу подготовки. В 2014 году, когда начались боевые действия очень активно, у нас не было времени, до ресурсов заниматься подготовкой личного состава. Ну, лично я подготовку проходил, мы штурмовали комнату, собирали автомат Калашникова и физические упражнения. Это все то, с чем я шел, грубо говоря, это освобождать Мариуполь. Сейчас, так сказать, уже линия фронта устаканилась, давно таких нет крупных наступательных операций. Поэтому наше командование приняло решение заняться подготовкой личного состава. Потому что у армии есть два состояния – война и подготовка к войне. Так сказать, нам сейчас не дают воевать. Поэтому вы в состоянии подготовки. Мы сейчас готовимся. Техника, личный состав. Первое – это, что мы полностью переработали наш мобилизационный центр, который сейчас действует в Киеве. Полностью пересмотрели, как должны подготовиваться бойцы, ну, каких инструктора должны учить и с чем они должны к нам приходить, с какими конкретно знаниями. Поэтому сейчас у нас подготовка идет 45 дней. Эта подготовка идет на полигоне, уже в зоне АТО, которые находятся. Они приезжают в Киев, мобилизационный центр, там проходят психологов, врачей, и их собирают, одевают и отправляют уже конкретно в полигон, где они проходят подготовку. После этого 45 дней, ну, кто остался до конца и выдержал эту КМБ, те попадают в АЗОВ, получают полковый шеврон и становятся АЗОВСами. Вот, там они получают такие первоначальные знания, это тактическая медицина, обращение с оружием, ну, такие поверхностные знания, которые им помогут дальше, да. После этого они сами могут выбирать, либо где полк больше нуждается в людях, они туда и идут. Ну, после этого они, грубо говоря, оформляются сразу же, ну, в процессе этого всего, и уже они являются действующими бойцами Национальной гвардии Украины. По поводу личного состава мы также полностью пересмотрели, ну, как должно подготавливаться личный состав. То, о чем у нас много говорится о НАТОвских стандартах, мы решили их, ну, не просто говорить, а у нас в середине это все воспроизвести. Вот, поэтому у нас сейчас полностью, школа Евгена Коновальца занимается и подготовкой новобранцев, и переобучением уже старослужащих бойцов. Не важно, ты два-три года служил. На данный момент я, у меня три года и три месяца срока службы. Вот, а в АЗОВе три года и четыре месяца. Что в вашем случае понимается под НАТОвскими стандартами? Это в первую очередь будет полностью переработано, как бойцы должны мыслить, как действовать. Это не должна быть советская армия, вплоть до того, чтобы просто где-то бежать и что-то делать, да. Мы полностью, у нас бойцов учат мыслить, как отдельную боевую единицу, да, ну, если не углубляться в все эти тактические моменты. И полностью каждый боец должен владеть не только своим автоматом, он должен знать, как сесть за БТР, как стрелять с пулемета, как стрелять с РПГ, вплоть даже за ЗУШКО. Если его посадят, либо за миномет, он должен минимум знать, как его разложить и куда стрельнуть. Вот, сейчас у нас проходят сержантские курсы, у нас они постоянно одни за другим. Сейчас уже третья или четвертая партия сержантов будут выходить и становиться будут на командирские должности, а командиры отделений, взводов. Вот, и потом же эти сержанты будут переобучать весь личный состав. И потом, опять-таки, когда эта школа сержантов закончится, и обычные бойцы опять встанут в эту сержантскую школу. Пусть даже не будет мест всем командиров отделений, но все равно все бойцы пройдут заново эту всю школу. И полностью переподготовка будет. Ну, там, конечно, есть строевой шаг, дисциплина, там у них нет свободного графика такого, как у обычных бойцов, да. У них все время, 24 часа в сутки, занято тренировками. Поэтому, ну, мы приняли решение, что надо заниматься, надо себя усовершенствовать. И наш лидер постоянно говорит, занимайтесь собой, поэтому, ну, на вас все смотрят. Вот, и по поводу того, где мы находимся сейчас. Мы по-прежнему обороняем Мариуполь, его окрестности, береговую зону. Мы дислоцируемся в Юрьевке, в Урзуфе и в Мариуполе. У нас три базы находятся. Вот. В Мариуполе у нас батальон пехотный расположен на базе. Так сказать, ну, это группа быстрого реагирования, грубо говоря, да. Если что-то произойдет в городе, либо в окрестности ухо, наш батальон всегда готов выдвинуться и принять необходимые меры. Вот. По поводу, ну, как раньше нас не сильно хотят выпускать на передок, ну, это политические решения более, ну, потому что так, в принципе, наш личный состав, техника, у нас все есть. У нас есть спартаны, кугуары, казаки, кразы для перевозки личного состава, да. Танки есть, БТР, и мы полностью готовы, и ствольная артиллерия, минометы, мы полностью готовы взять какой-то отдельный участок фронта и на себе его держать. Вот. Ну, командование сверху не сильно желает нас там видеть. А изменилось ли как-то отношение местного населения к военнослужащим и добровольцам и украинской армии? Да, ну, я думаю, конечно, изменилось. По сравнению с тем было в 2014 году, когда мы просто ездили, ну, и мы тогда еще выглядели, конечно, как голделые преступники. У нас не было нормального одежды одностроя. Я приехал вообще со своей одежды, в кроссовках, курточке, ну, и так было большинство. Вот. Сейчас мы, у нас уже есть одежда, всераспознавательные знаки, и мы за три года показали, что мы дисциплинированы, что мы можем в случае чего, как был обстрел восточном Мариуполе, выехать и помочь людям. И просто вести патрули в городе, как это мы зачастую делаем. Либо участвовать в каких-то мероприятиях в Мариуполе. Ну, тоже освобождение Мариуполя, День независимости. Вот. Поэтому... То есть такого, чтобы местные жители начинали там блокировать ваше передвижение, этого уже не происходит? Нет, нет. Ну, это последнее вот эти видео с Мариуполя, вот, ну, наверное, тогда и закончилось. Когда город освободили, и больше такого не было. Вот. Конечно, часть местного населения остается, те, сепаратистов. Ну, большинство людей можно увидеть марши, все выходят с украинскими флагами, там украинская жиночья, волонтерская сотня есть, которая помогает. И поэтому, ну, ну, я таким Мариуполем, Мариуполь я рад видеть. А чего не хватает такому Мариуполю все-таки? Необходимо больше там, я не знаю, снаряжения, необходимо больше оружия или что, для того, чтобы эффективно защищать хотя бы эту линию разграничения? Ну, саму Мариуполю, в принципе, военных там хватает, да. Нужно, тут не только Мариуполь, нужно комплексно больше внимания туда уделить, всему участку фронта. Да, в Мариуполе сконцентрировано очень много военных, ну, сейчас должно больше работать не военные, да. Мы не можем пойти отлавливать, грубо говоря, сепаратистов и всех остальных. У нас нет ни спецсредств, ни полномочия. Это должны сейчас работать точечно СБУ. Потому что Мариуполь, ну, прифронтовой город полмиллиона, там сконцентрированы очень большие заводы, предприятия. И поэтому, ну, он представляет большой интерес. Интерес. Недавно после марша в Киеве российский телеведущий заявил, жалко, что мы, он имел тогда Российскую Федерацию, не взяли в Мариуполь. Вот, ну, может, еще все будет. Вот, его слова. Поэтому он тогда представлял для них интерес, он и сейчас представляет. Вот, я уверен, что, ну, там еще есть диверсанты, просто это должно работать СБУ. А какими методами с ними надо работать? И в том числе с населением, которое все еще там остается какой-то пророссийски настроенной, например. Какими вы видите методы работы с ними? Ну, с обычным населением это просто элементарно. Я считаю, что, ну, любой военный должен, ну, защищать честь мундира. Вот и все. Должен вести себя порядочно, общаться, не хамить, ездить даже по дорогам, да. И, ну, и тогда будут отношения. Все начинается с такого минимума, когда ты элементарно в больнице, там, вежливо общайся, либо поможешь бабушке перейти через дорогу, да. И только когда ты на собственном примере, что вот они увидят какое-то, да. Потому что много людей боятся еще, ну, военных, потому что тех, кто не сталкивался, да. А когда люди столкнутся с ними, мы ходим по школам, у нас уроки мужества проходят, нас лично, ну, нас уже приглашают, придите, проведите, пообщайтесь с детьми. Мы приходим, дети видят, что с нами можно общаться, что мы не какие-то оголделые преступники, как рассказывают по российским новостям. Вот, ну, такими методами, ну, тут еще надо очень, чтобы, ну, сверху государство помогало, да. Больше внимания уделило патриотическому воспитанию в таких городах, больше внимания в плане каких-то там мероприятий, да, проукраинских, что проводило. Вот, ну, это что касается обычного населения, которое живет спокойно. А если конкретно какие-то активные сепаратисты, ну, тут, опять-таки, это должно заниматься СБУ и все остальные. Тут только их надо вычислять, ловить, они в интернете ведут пропаганду. Вот, и арестовывать. А что вы скажете на те опасения, которые периодически высказывают, что добровольцы, может, даже там неуправляемые или радикально настроенные? Ну, я тоже радикально настроен. Ну, я с 16 лет занимаюсь активной общественно-политической деятельностью. С 16 лет я пришел в организацию «Патриот Украины», которая была праворадикальная, и там страшный ужас. Да, я участвовал в событиях на Майдане в Харькове, в Киеве, как раз. Ну, я был тот человек, про которого говорили провокатор, да, который лезли куда-то, который в Харькове 1 числа был на АДА. Тоже, когда нас штурмовали, мы защищались. Ну, я тоже радикал в какой-то мере, да. Ну, просто представления у людей по-разному, да, когда по телевидению говорят радикалы, и все думают, о, это люди, которые там бьют всех, и нет. Это просто люди, которые готовы действовать, вот и все. Ну, я не привык рассказывать сказки, постоянно пытаться где-нибудь что-нибудь рассказать, забыть, уйти, да. А радикалы — это люди просто, которые готовы действовать, как на Майдане были готовы действовать, так и сейчас. Вот. По поводу добровольцев, ну, я не знаю, тут это общее мнение просто сложилось, и политика власти такая, что пытаются всех пересадить. И если когда-то, ну, что-то происходит с обычным военным, с ансвардейцем, в СУшником, либо просто там где-то каким-то, ну, это все замалкивается, пытаются убрать, даже если там серьезный, если что-то касается добровольца, пусть он там где-то с кем-то подрался, в запорожье недавно водителя, да, порезали, то это сразу раздувается, типа, вот, посмотрите, ну, это ж неадекватные люди, да, хотя это все бытовые ситуации, ну. А есть такие случаи, когда маскируются под вашей формой, например, и что-то совершают? Да, был один такой в Мариуполе, не помню, как он себя назвал, он надел два шеврона на два разных плеча одинаковых АЗОВ, взял пиксельку ВСУшную, ходил по Мариуполю, рассказывал там, что он с АЗОВа, ну, пока мы его не словили, вот, ну, отвезли в полицию разбираться, но он говорит, что он просто девушек хотел так облазнять, вот. А таких случаев, чтобы кто-то под АЗОВской формой какие-то, ну, преступления совершал, ну, я такого не наблюдал, ну, как бы нелогично будет, я думаю, и для них опасно, если словом. Но вы считаете полк АЗОВ наиболее профессионально подготовленным среди подразделений в Украине или что-то еще необходимо доработать, по вашему мнению? Нет, ну, доработать, конечно, стоит. Мы еще молодые, нам только, грубо говоря, да, три года, четыре месяца нам еще идти, идти вперед. Наша армия независимая, так сказать, 26 лет, и она, в принципе, в 2014 году из себя ничего не представляла. Отдать полуостровы две области, ну, когда танки останавливались, просто не могли ехать, а отдать целый полуостров без еды, ну, это позорище просто. Когда говорят, великая там украинская армия, какие-то там военно-морской флот, как они носят медали, за что вы носите? Ну, вы должны просто их взять и все отдать обратно, либо выкинуть и написать заявление об увольнении. Ну, это просто позорище. Это такое, ну, если Мариуполь возьмут и АЗОВ отступит оттуда, это такое же будет позорище, потому что мы три года твердим, что мы готовы встать, мы готовы отдать свои жизни, и я сейчас то же самое могу подтвердить. На защиту этого города, ну, остальные просто сдали. Вот, сейчас армия, ну, набрала, конечно, обороты, но это не заслуга высшестоящего нашего командования и всего остального, да. Полигоны по всей стране, как раньше, в ужасном состоянии, да. Где бы наши парни ни было, это так же самое везде остается, это Савдепья. Вот, парни на Азвардейсе недавно общался в Бердянске, у них забирают телефоны, и они выкупают его обратно за пачку сигарет у своего командира. Ну, это просто абсурдность, это позорище вообще для армии. Ну, это по телевизору не говорят, у нас проходят парады, наша армия сильная, технику выставляют. Вот, в плане АЗОВа, что я могу точно сказать, мы, ну, самое мотивированное подразделение. Это, ну, тут никто с нами не будься. В плане подготовки у нас в стране, ну, сейчас появилось достаточно достойных подразделений, там же, в том же правом секторе, ССОшники и так далее и тому подобное. Ну, это все решают там соревнования, которые проходят, да. Ну, я не хочу сказать. Я, конечно, за свое подразделение всегда считал, что мы самые лучшие и все остальное. Но на данный момент есть очень много достойных подразделений, которым просто надо давать развиваться и создавать для этого условия. У вас есть собственная система мобилизации на случай, если будет активное наступление боевиков или широкомасштабное вторжение российской регулярной армии? Ну, да, у нас есть такой мобилизационный резерв бывших АЗОВцев. И также мы проводим сейчас мобилизацию непосредственно. У нас в городах работают люди, которые занимаются мобилизацией в АЗОВ. Вот, они помогают людям попасть туда, расклеивают объявления. Мы, вот, так сказать, к нам срочники не идут, нам идут только добровольно. Вот, мы не хотим видеть у себя срочников. Мы хотим видеть людей, которые, ну, сами решились на это. Вот, поэтому, ну, нам, в принципе, все равно. Пусть это будут водители, электрики, там, бывшие пулеметчики, какие-то военнослужащие. Если человек служил, он сразу попадает в АЗОВ на испытательный срок, он не проходит КМБ. Если это обычный парень с улицы, то он проходит КМБ и тоже попадает в АЗОВ. Для тех, кто служил, у нас упрощенная система. Вот, по поводу мобилизации, так сказать, когда люди проходят это, они становятся просто всем, ну, становятся под одно крыло. И получается, что... Сейчас я призабыл суть вопроса. Мобилизация имеет какие-то особенности по сравнению с вооруженными силами и так далее? Именно ваша собственная в полк АЗОВ? Да, ну, это, конечно, имеет, потому что... Ну, мы создали... На случай именно наступательных действий боевиков? Да, у нас есть, вот, как я говорил, мобилизационный резерв, а также бывших бойцов, да, которые в случае чего готовы стать в строй, да. Мы всегда держим их на контакте, и сейчас у нас АЗОВ создал, ну, и, так сказать, мы одно АЗОВское движение большое создали, много разных организаций, так сказать, нас дружина вот есть, которая занимается сейчас порядком на улице, вот, и в случае чего мы можем поставить к стволу, ну, достаточное количество людей, да. С экипировкой проблем никаких у вас нет? Ну, в основном, вот, как у меня, если я буду увольняться, да, то у меня, в принципе, все есть. У меня даже вплоть есть моя личная винтовка, да. И у множества людей, которые служили, бронежилеты, шлемы, амуниция все есть. Им просто надо будет прийти, дать оружие и все. Ну, а подготовку Тане уже проходили все им. В основном они будут служить со своими старыми товарищами, поэтому ничего не надо им будет объяснять. А как вы относитесь к подобного рода новостям, что, вот, например, российский актер Анатолий Пашинин встречает праздник независимости Украины в окопах на передовой. Он вступил в украинскую армию, по сути, служит на стороне Украины, хоть является российским актером, известным по фильму о войне «Грозовые ворота». Теперь он доброволец вооруженных сил Украины. Воспринимаете ли вы таких вот добровольцев? Да, конечно. У нас первый погибший был товарищ, это был Балаган. Он был русский, ну, с Российской Федерацией родом. Вот, и, ну, это, конечно, позитивные моменты. Ну, Пашинин, если я не ошибаюсь, с начала войны поддерживал Украину, записывал видео, где призывал русских открыть глаза и посмотреть, что Российская Федерация, ну, делает в Украине, и что на нее напало. Ну, я смотрел его интервью, мне, конечно, понравилось, я и фильм этот видел. Да, но это позитивные моменты, что оружие Кремля в пропаганде против Украины, ну, «Грозовые ворота» фильм, они часто снимают подобные фильмы для пропаганды. Звезда этого фильма воюет сейчас на стороне Украины. И, я думаю, русские увидят, что, ну, он русский, воюет, разговаривает на русском языке у нас, и тут нет никакого нацизма, фашизма, либо шовинизма, ну. Ну, есть в России такие вот случаи, что приговор россиянину, который воевал за Украину в составе батальона АЗОВ, это житель Самары, Артем Шарабоков, он был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы. Знаете, это наш друг Есенин, ну, я могу, сказать, передать его слова, что пусть они там все перевернутся, и все. Ну, ему, в принципе, все равно, что они там. Он сейчас, ну, дальше работает у нас, дальше помогает Украине, и ему, в принципе, все равно. Он нашел тут девушку, если не ошибаюсь, у них будет свадьба или уже была, так что, в принципе, его вообще не волнует, что там происходит, и какие ему сроки дают. Вот и все. А те, кто воевал на стороне боевиков и возвращались потом в Россию, знаете ли вы какие-то, есть ли у вас какая-то информация о том, что происходит с ними в России? Ну, может быть, опять-таки через тех же боевых товарищей россиян? Ну, по поводу того, что такой информации как бы нет. Есть один случай, который у нас был в Азове, который, типа, шпион ФСБшный у нас работал, был на АТЭКе, потом он свалил в ДНР, пофоткался в футболке, а потом он переехал в Россию, его там осудили. Вот это то, что у нас был такой инцидент, и я помню. А так, в основном, так же самое, там, ну, всех неугодных там не будут держать, кормить, будет то же самое, что с моторологией, вот, они их там просто убьют. А всех такую мелочь, ну, я думаю, попересажают и все, как бы. Ну, лично я с таким не сталкивался, что, ну, да, вот мои знакомые видел примеры или что-то. Ну, а так, читаю в новостях, да, ну, я думаю, так, как в других странах. Приезжает боевик, на него заводят уголовное дело, да, и все остальное. Ну, в России это еще более мягко, там, вот, в основном, это чаще всего, если они где-то накосячили, либо совершили какое-то преступление, тогда их берут в оборот. А так они живут спокойно, они в Ростов ездят получать зарплаты, ну, недалеко очень, с Донецка, и поэтому Россия им создала все условия для спокойной войны тут. И обстановка в Мариуполе, по вашему мнению, сейчас как можно ее оценивать? Является ли это очень тревожная какая-то обстановка в ожидании каких-то, опять наступательных действий? Или все спокойно, все в порядке, все по-обычному? Потому что вот то одни заявляют, не надо пугать людей, мол, туризм испортите нам, да, то другие говорят, ну, как же, вот совсем недалеко стреляют. Как вы это оцениваете? Да, в Мариуполе все прекрасно, да, никаких взрывов, стрельбы, ну, в окрестностях Мариуполя, да, далеко от города, да, есть взрывы, и они слышны в самом городе. Ну, в самом городе все цветет и пахнет, развивается, все люди работают, проходят различные мероприятия торжественные, да. Это так же самое, когда Океан Эльзи приезжал, собрал весь стадион, и все прошло просто на ура. Это к теме, вот, недавно Динамо отказалось ехать и играть в Мариуполь. Вот, и, ну, в Мариуполе ничего нет. Сам город живет тихо, спокойно, его ничего не тревожит, да. То есть вы не понимаете, почему Динамо не поехал играть в Мариуполь? Да, я думаю, это просто какие-то личностные несогласия, нежели там какая-то напряженная остановка. Да, полмиллиона людей живут в городе, и, ну, это же нельзя считать, что они теперь какие-то отбросы общества, раз они живут возле линии фронта. Вот, это обычные люди, просто, ну, им, так сказать, не повезло. Вот, и все. А в самом городе, ну, ничего нет. Все спокойно, и я в новостях никогда, ну, я уже давно не видел, что где-то что-то там стрельнуло. Последний инцидент, это был вот обстрел Восточного, и все. На этом вот все затихло. Как вы отметили День независимости Украины? Я специально поехал в Киев посмотреть на то, что у нас называют парадом. Вот, и, ну, я был больше так разочарован, чем рад. Я на речь президента не попал, не успел. Я попал, было такое мероприятие, марш на скоронах. Он очень на меня так большое впечатление произвел тем, что там не было этой личной показушности. Президент, кстати, не остался смотреть. В этом параде шли капелланы, военные, ну, инвалиды, которые после войны остались, семьи погибших с фотографиями своих родных. Это люди просто прошлись с криками «Слава Украине!» почти лиминутой молчания павших воинов, да. Ну, это такое, ну, для меня это очень сильное впечатление. И я, то, что он сейчас очень спор, нужен ли парад этот и нет. То, что провел президент, президент, ну, сказать, да, это хорошо, что страны НАТО нас поддерживают, да. Но он, в первую очередь, должен, так сказать, уважение отдавать нашим бойцам и семьям тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Украину, да. Потому что он там многие покланялся Министерству обороны, обороны США, ну, это хорошо. Но он поедет обратно в Пентагон, а люди уедут обратно в АТО. Вот, и, ну, так сказать, это все было показушное для телевидения. Да, машины Скороных по новостям я не видел, что показывали в новостной ленте, в интернете то же самое. Про него было ни слова. Хотя там шли обычные люди. Не было, они, конечно, не были красиво одеты, там, с кучей медалей обвешанных, семьи шли обычные матери. Вот, ну, так сказать, для меня вот это вот больше так вот сильно впечатление произвело вот это. Ну, и техника стояла, да, техника советских времен переделанная, либо наша техника. Посмотрел я на нее, люди, вау, 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 на самом деле я смотрю на этот кугуар и знаю, что у него колеса на ходу отваливаются, да. Ну, и знаю, что там стоят другие машины, которые с пяти единиц до нас ни одна своим ходом не доделала. Ну, красиво оно все, красиво стоит, накрасить там, конечно, наполировали, а так на самом деле это все показушно. Ну, меня вот бесит, что у нас очень много в стране и, ну, вот этой показушности, да. А какой поддержки вы бы хотели от того же Пентагона, например? От Пентагона, ну, я не смотрю, как сказать. Если вы говорите показушность, то вот, значит, чего-то, по сути, нет, кроме того, что показывают. Так чего именно нет, что нужно? От Пентагона ничего не хочу, я хочу от нашей власти. От Пентагона, ну, что я могу с ним требовать, это другая страна. У них есть свое государство, свое население, которое они должны защищать. Это, в первую очередь, то, что их должно волновать. А нас, в первую очередь, наше правительство должно волновать то, что у нас происходит в стране. То, что армия до сих пор одета, но она одета плохо, постоянно плохая одежда, поломанные машины. Можно заехать в зону ту, видеть, как военные ездят дальше на Буханках, на Волгах, Жигулях и всем остальном, да. Когда наши полицейские ездят на Приусах и Митсубиши абсолютно новых, да. Так же самое я видел в Киеве, как одеты полицейские, да, это полностью бронежилеты, каски, дубинки, спецсредства, ну, это хорошо одеты. И едем обратно в зону Тошу, мы видим форму Назвардейская за 300 гривен. Вот, и старые фляги советские, с которых пить невозможно, но их носить надо. Вот, а США, ну, мы должны, конечно, строить отношения с союзниками, со стороны НАТО, это сильный блок, и чтобы противостоять такой большой стране и сильной, как Российская Федерация, мы должны с ними консолидироваться. Но мы, в первую очередь, должны у себя навести порядок. Хоть там будет за нас весь мир, но если у нас в середине дома будет полностью разруха, ну, нам ничем не помогут. Ну, это мое личное мнение по поводу этого. Понятно. А с волонтерским движением, как сейчас складываются отношения, уходит ли этот позитив, который был в украинской истории, насколько сильно волонтерское движение куда-то сейчас в меньшую сторону, действительно ли уменьшается это движение или нет? По поводу, ну, конечно, с тем, что было в 2014 году, это несравнимо, когда нам каждую неделю ездили фуры и привозили еду, одежду и все остальное. Тогда у людей были деньги и, как сказать, желания и все остальное. На данный момент это все больше уже стало точечно. Конечно, оно есть, до сих пор присутствует, те же армия СОС, планшеты помогают и так далее. До сих пор к нам машины приезжают, но уже не так часто, да. Людей уже не осталось денег и, как сказать, ну, тяжело уже стало, им надо самим прокормиться. Тогда люди отдавали последнее, а сейчас уже и последнее у них забирают, это государство, которое с такими ценами, ну, просто нереально. Вот, поэтому, ну, люди остаются и помогают, даже на тех же вокзалах я, когда останавливаюсь, я захожу, там есть специальные комнаты для военных, где отдохнуть. Помогают, спасибо большое. Ну, конечно, ну, не государство должно все делать, а не волонтеры, да. Просто вот это, привыкли, что волонтеры должны все вытягивать. Мне этих людей так же самое жалко, когда они ездят и последнее отдают, да, там, в магазинах, там, пытаются военным что-то купить, эти бабушки по 70 лет постоянно пытаются, там, какие-то яблочки отдать на военные тебе надо. Вот, ну, волонтеры есть, спасибо. У нас остается буквально одна минута. Какой вы считаете главной задачей полка АЗОВ и насколько она выполнима? Главная задача эта наша стоит освобождение всей территории Украины от захватчиков, то бишь Российской Федерации, полностью взять под границу, полностью взять до границы нашей территории, освободить Крым и навести порядок. Ну, мы как воинское подразделение, это, ну, наша первостепенная задача. И, ну, я думаю, выполнима вопрос только времени и желания нашего правительства. Благодарю за участие в нашей программе. Я напомню, в гостях у нас сегодня был Кирилл Яковлев, боец полка АЗОВ. Спасибо, до свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»